В эфире телекомпании «Город» ежедневный выпуск информационно-аналитической программы «Время говорить». Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными новостями, которые произошли в нашем городе за минувшие выходные и в начале текущей недели. Смотрите сегодня. А выпускные продолжаются. На этот раз свои дипломы и первые звания получили курсанты Академии ФСИН России. Небезопасное селфи. Психологи бьют тревогу, а сотрудники полиции ведут профилактическую работу по предостережению молодых рязанцев от опасности. Разве это законно? Горожане недовольны неправомерными тарифами на услуги ЖКХ. Теперь обо всем подробнее. В субботу в Академии ФСИН России прошла церемония вручения дипломов выпускникам. 312 человек из 57 регионов страны и двух республик вышли из родной альмаматор лейтенантами внутренней службы. В этом году 32 курсанта получили дипломы с отличием. Еще 8 выпускников стали золотыми медалистами. О том, как прошел выпуск молодых офицеров, расскажет Марина Комиссарова. В субботу 11 июля в Рязанской Академии ФСИН России состоялось одно из самых красивых и торжественных мероприятий. В этом году Академия выпустила 312 специалистов уголовно-исполнительной системы из 57 регионов страны. Выпускникам в этот день присвоили новое звание – лейтенанты внутренней службы. Новоиспеченные офицеры попрощались со знаменем и с этого момента перестали быть курсантами Академии. В ведомственном вузе нет деления курсантов на слабый и сильный пол. Девушки, 5 лет назад сделавшие свой выбор и переступившие порог Академии, сменили туфли на шпильках на берцы, а дамские сумочки – на вещмешки. Все эти годы они наравне с юношами совершенствовали физподготовку, совершали марш-броски в полной выкладке и наравне с мужчинами теперь получили офицерские звания. Служу Российской Федерации. Эти 5 лет были очень сложными, поэтому я чувствую огромную радость. И на самом деле Академия – это очень хорошая школа жизни. Мы получили здесь много уроков, узнали много людей. И теперь трудности, которые мы будем встречать на своем пути, для нас будут не так сложны. Соблюдая традицию, новоиспеченные лейтенанты подкинули вверх монеты, в знак того, что служить они готовы не за деньги, а во имя Родины. Город, счет и все! Наверное, можно обобщить всю работу несколькими словами. Это повышение качества обучения, повышение требовательности, усиление практической составляющей, воспитание и чувство патриотизма, любви к Родине, подготовка к работе в сложных, а иногда и экстремальных условиях. Напутственные слова выпускникам произнес и специально прибывший на выпуск заместитель директора ВСИН России Олег Коршунов. Наши осужденные, они приходят и уходят, а наши сотрудники в тюрьме находятся вечно. Поэтому у них очень сложная профессия, они это понимают, и они выбрали эту профессию. И знаете, я пожелаю им удачи. Фейерверк, показательные номера от отряда спецназа, барабанщиц, карабинщиков и офицерский вальс от выпускников дополнили официальную часть. С 1 июля в силу вступили изменения в Уголовный кодекс, направленный на совершенствование законодательного регулирования, обеспечивание безопасности дорожного движения. Отныне за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения нарушителя будут ждать более жесткие санкции, нежели лишение прав на два года. Новостей об этом в начале месяца было предостаточно, но применяется ли закон в нашем регионе на практике? Об этом вы узнаете в следующем сюжете. К сожалению, ежедневно на дорогах нашего города происходят десятки аварий. Некоторые из них случаются по вине водителей, которые перед тем, как сесть за руль, крепко принимали нагрузку. Таковых, говорю, автомобилистов рязанские инспекторы выявляют регулярно. За последний рабочий день и минувшие выходные на дорогах области в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудниками госавтоинспекции выявлено 36 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Именно вождение в нетрезвом виде является распространенным правонарушением. Из-за таких водителей очень часто страдают не только другие автомобилисты, но и пешеходы. Как известно, с 1 июля этого года наказание за повторное задержание в нетрезвом состоянии может обернуться тюремным сроком. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена не административная ответственность, а уголовная. Вплоть до лишения свободы до двух лет. Сотрудники ГИБДД надеются, что данное нововведение сократит количество пьяных за рулем и на дорогах станет немного спокойнее. Красота – страшная сила. А страсть к красивым снимкам может и до больничной койки довести. Порой увлечение модными нынче снимками селфи переходит границы разумного и заставляет некоторых смельчаков фотографировать себя в самых неординарных ситуациях. А между тем участились случаи гибели подростков, которые захотели завоевать популярность, сделав экстремальное селфи. В связи с этим сотрудники полиции решили не ждать, когда ситуация нормализуется сама собой и взяли ее под свой контроль. Профилактические лекции и занятия с подростками стали первым шагом в этой работе. Мастер-класс по безопасному селфи от рязанских полицейских. Как это выглядит, узнаете из следующего сюжета. 200 снимков в день и все с собой любимым. Селфи-зависимостью сегодня подвержен каждый десятый. И чем больше фотографий, тем больше истребление сделать следующий кадр необычнее и эффектнее. Так, недавно подросток погиб на железной дороге. К счастью, этот случай пока большая редкость. Однако многие психологи уже причисляют селфи-зависимость к серьезному психическому заболеванию. Селфи – это модное увлечение. Как правило, это увлечение молодежи. Даже не молодежи, а подростковое увлечение, поскольку это свойство подросткового и юношеского возраста познавать себя в окружающем мире. И некоторые люди склонны познавать себя не через свои какие-то внутренние ощущения, а через внешнюю оценку других людей. Бьют тревогу и сотрудники полиции. Они раздают подросткам предупреждающие об опасности информационной листовки. Правда, избавиться от селфи-зависимости очень непросто. Этот персонаж, видимо, родился в рубашке. Из-за стремления сделать селфи он бежал перед быком и остался жив-здоров. Чего не скажешь о 19-летнем британце, который фотографировался по 10 часов в день в поиске лучшего кадра и попал в больницу. Он похудел на 13 килограммов и даже пытался покончить с собой. А вот американские врачи говорят, что селфи – это и причина распространения вшей. Ведь желающие сфотографироваться приживаются друг к другу, чтобы влезть в кадр. Сумасшедшая цена за одно фото. Расположенный в центральной части города Рюминский пруд является четвертым по величине среди водоемов Рязани. История его достаточно драматична. Ведь когда-то он входил в комплекс центрального парка Рюминской рощи и пользовался огромной популярностью среди горожан. Пруд был благоустроен, но в 90-х годах оказался заброшенным и постепенно начал приходить в запустение. На протяжении многих лет городскими властями предпринимались попытки привести в порядок одно из самых популярных мест отдыха в городе. Но большая часть этих инициатив заканчивалась неудачно. В каком состоянии сегодня находится Рюминский пруд и каким бы его хотели видеть рязанцы? На территории нашего города находится множество как естественных, так и искусственных водоемов. Это, конечно же, реки Ака, Павловка, Трубеж, но имеется в распоряжении горожан и огромное количество прудов. Всего на территории Рязани находится более сотни различных водоемов. В районе деревни Соколовка расположено 13 прудов. В Песочне 7, в Дягилево 10, в Канищево 3, в районе деревни Никуличи 11. И это далеко не весь перечень городских водоемов. Вот, например, небезызвестный каскад прудов в микрорайоне Дашково-Песочня. За неимением лучшего они в теплое время года являются излюбленным местом отдыха местных жителей. Некоторые пруды находятся в приличном состоянии, другие же водоемы явно запущены. Года 2-3 назад хотели сделать очистку. Ехала драга, такая вонь стояла примерно все лето. Пруд очистили, но вместе с очисткой все пропало. Ни лягушек, ни рыбы. Плохие берега. Дети маленькие могут подойти, свалиться. Желали бы получше, но ничего еще. Вот раз птица тут плавает, значит, там можно. Ну а так, это от нас еще. Мы сами возьмем, бросим бутылочку. Большинство рукотворных водоемов когда-то находились на территории деревенек, которые вошли в городскую черту в 20 веке и стали затем городскими микрорайонами. Прошедшее столетие оказалось безжалостным ко многим патриархальным красотам. В число жертв урбанизации попали некоторые рязанские водоемы. Например, городской пруд на речке Лыбедь в самом центре города, около нынешнего центрального рынка, сегодня мы можем увидеть только на фотографиях начала прошлого века. Оставшаяся часть прудов находится, если не в плачевном состоянии, то уж назвать их местом культурного отдыха как-то не получается. Традиционное июльское повышение цен на жилищно-коммунальные услуги для наших горожан стало уже привычным делом. С начала текущего месяца этот вопрос у многих рязанцев стоит во главе стола. Но по непонятным причинам некоторым гражданам уже начал приходить расчет за июнь по новым повышенным тарифам. Насколько это правомерно и куда следует обращаться, если вы тоже заплатили больше положенного? Пояснение смотрите в следующем сюжете. Июльское повышение тарифов за услуги ЖКХ не стало, конечно, для горожан секретом. Однако неприятные сюрпризы для жителей все-таки случились. Пенсионерка из Дашковой песочни Татьяна Николаевна Рожко, придя 9 числа на пункт приема платежей за коммунальные услуги, неожиданно обнаружила в своей квитанции за июнь сумму, рассчитанную почему-то по новым увеличенным июльским тарифам. Вот, я платила в прошлом году за июль день получения пенсии, 16 июля, вот по старым тарифам. А в этом году я заплатила 9 июля за июнь, уже взяли по новым тарифам. Далее после похода на КВЦ Татьяна Николаевна стала общаться со знакомыми и соседями. И похоже, что тема увеличенных сумм в платежках на оплату коммунальных услуг стала сейчас основной в разговорах жильцов микрорайона. Я не поленилась, взяла книжки у своих соседей. Кто платил 2 июля, взяли по старым тарифам, а с 7 июля уже по новым. Мне тоже пришлось заплатить по новым тарифам 9 числа. Дали мне телефон КВЦ Центральному, сказали, что вернут. Но вернут или нет, не знаю. В начале июля чиновники городской администрации, чтобы вопросов у рязанцев по расчету платежей было поменьше, вынуждены были опубликовать разъяснения. В них, в частности, говорилось, что в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, потребитель вправе ежемесячно с первого до последнего дня месяца снять и передать текущие показания своих счетчиков в ресурсоснабжающую организацию. В таком случае начисление платы за коммунальные услуги производится по тарифам, действующим в этом месяце. Однако, по результатам рабочего совещания в администрации города Рязани, чиновники приняли решение в отношении потребителей, уже передавших свои показания с 1 июля, сделать им перерасчет с применением июньских тарифов. За переплату жильцы вправе требовать перерасчета, говорят и юристы. Вообще, правила оказания коммунальных услуг предусматривают оплату до 10-го числа месяца за предыдущий период. То есть, если у вас на дворе июнь или май, то вы должны платить 10-го числа месяца по тарифам, скажем так, старыми. Речь идет просто о воровстве. Поэтому об этом надо писать, во-первых, прокуратуру района, Государственную жилищную инспекцию о том, что имеет место незаконное увеличение оплаты за услуг ЖКХ. Дело в том, что эти услуги относятся к регулируемым тарифам, тарифам, которые устанавливает наша местная власть. И если они превышают эти цифры, а это может быть превышение по инициативе председателя ТСЖ, директора управляющей компании, сговор председателя ТСЖ с бухгалтером, который выставляет неправильные счета, которые поступают через КВЦ, по которым вы в дальнейшем платите. В общем-то, сейчас перерасчеты за июнь вместе с другими горожанами ждет и Татьяна Николаевна Рожко. Хотя ситуация, при которой добропорядочные граждане, которые всегда вовремя и в срок оплачивают счета, а затем еще и вынуждены доказывать свою честность, в некотором смысле представляется даже забавной. Хотя смешного в этом как-то мало. И откуда взялся, а главное, с чем связан такой бурный энтузиазм рязанских коммунальщиков в отношении переделки платежных квитанций, не дожидаясь окончания июля. В общем, пока вопросов больше, чем ответов. Это все новости, которыми мы хотели поделиться с вами. Далее в эфире программа подробностей. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная parleэнергия. Субтитры создавал DimaTorzok